всем привет всем здравствуйте рада приветствовать сегодня здесь на официальном аккаунте компании ими у нас с вами дизайн почему потому что я сегодня если я это значит дизайн но я с новым маникюром смотрите вчера мне юля донченко нарастила уже сделала покрытие и на днях я выложу мастер-класс этой руки еще для вас отличная новость уже наконец доступен сайт конкурса прям здесь сейчас появится он в комментариях можно будет перейти по ссылке и посмотреть сайт конкурса кто не знает кто не в курсе у нас новый проект наконец мы запустили наш онлайн конкурс который называется открытый международный конкурс emi nail fest поздравьте меня потому что я к этому очень долго шла спасибо наташа алтухова это эми саратов спасибо аня околот да это бывший наш преподаватель и ведущий технолог которая сейчас работает живет в питере и тренирует как раз конкурсные команды именно эти два человека помогли прописать весь регламент дотолкали меня до конкурса вот этот конкурс вот уже все все готово можете заходить покупать номинации вас есть два месяца чтобы сделать крутые работы не одну а много я знаю что многие покупают по 6 номинаций ну потому что реально там есть очки и классные простые лайтовые номинации вот поэтому возможность будет победить выиграть многих вот чтобы результат был выше к победе всегда берите больше номинации тем более они там не так уж и дорого стоят и так сегодня у нас тема с вами дизайн вы смотрите что я для вас приготовила тема такая у нас смотрите ретро вот я очень долго думала так какой же ретроспектива там ретро вверх ну это же это же можно по-разному понять правильно вот это же может быть все все что угодно это может быть например какой-нибудь барокко да это когда бензеля такая знаете прям классика классика это мы называем рука барокко рока барокко да это может быть какой-нибудь стиль 90-х восьмидесятых да может быть может быть и тоже ретро а я вам сегодня предлагаю сделать через принты я очень люблю стиль арт-деко вот арт-деко это где-то геометрия ровность если вы посмотрите принты арт-деко и посмотрите слайдер например гипноз номер 98 есть очень много похожих таких характеристик дальше мне очень нравится слайдер например 99 золотой орнамент тоже вот особенно вот эта часть прям такое классическое арт-деко вот если взять с точки зрения компоновки и композиции арт-деко как может еще выглядеть с точки зрения покрытия вот сейчас хочу вам напомнить что такое у нас покрытие вот например мы сейчас нарисуем ноготочек покрытие пока и появилась у нас начале двадцатого века если какие-то такие картинки иногда внимательно звезд того времени рассматривать вы увидите что у них например тогда было только красное бордовое покрытие она покрывалась не от кутикулы а от лунки вот здесь голый ноготь оставался голым там где лунка а вот эта часть покрывалась а красным и бордовым поэтому мы можем с вами вот эта деталь лунулу либо рисовать ее отдельно либо покрытие делать вот такое да это тоже будет такой посыл к прошлому да это такой отсыл к прошлому ретро дальше еще такой знаете посыл к ретро покрытию может быть руфи вот он еще был популярен лет семь назад когда мы покрывали тоже с отступом до оставляли вот эту часть пустой либо какого-то противоположного цвета и покрытие шло вот так поэтому здесь можно это это совместить поэтому я решила вспомнить наши вот такие варианты компоновок вы помните кто вот давно за нами следит был период когда мы работали только вот в таких композициях очень много когда покрытие идет не от кутикулы а когда она делается вот так в центре по форме ногтя напоминает но только меньшего размера сейчас покажу вам как делать этот лайфхат во-первых чтобы слайдер паттерн не залазил на вот эту окантовочку вот допомню что у нас одно время вот этот шармикон как раз для этого покрытия мы его выпускаем уже несколько лет но сейчас уже заказывать не будем это номер 147 он раньше так же как и лунки лунок уже по-моему в наличии не осталось посмотрю а нет смотрите лунки еще есть лунулы золото и лунулы серебро вот еще есть наличие оля а принесешь мне шармикон лунулы золото или серебро кстати ссылку уже повесили это ссылка на сайт чемпионата эми можете уже переходить но только после эфира и присоединяться к участникам конкурса в общем вот эти все штуки они очень удобные они вам помогают сделать необычное покрытие я за что люблю это покрытие во-первых например смотрите здесь вам и лунка да вот и вот такой вот овальчик во-первых вот такое покрытие она дает возможность клиенту ходить дольше границы отрастания не будет ярко выражены до лунка да когда делается одна отдельно от покрытия мне нравится тем что это быстро делается не надо тратить время покрывать весь ноготь и наоборот если мы сделаем пустое ложе да будет тоже прикольно в этом случае также будет отрастать незаметно не будет портить покрытие кстати он забыла показать свой маникюр показываю работала не поверите двумя цветами всего лишь но я в этот раз как-то я взяла ярко-желтый ярко лавандовые чтобы после перетягивания молочка видите цвет стал таким более глухим но он сохранился для этого очень важно брать подложки яркие вот и здесь всего лишь стемпинг и смотрите он такой оттенок классный классный оттенок появился такой глухой молочный а сверху шармиконы и шармиконы всего лишь два штуки такое удовольствие вчера получила они разные напомню это риф и мальдивы это два новых шармикона они разные по наполнению и очень круто взять вот я сидела просто монотонно и вот так вот все заклеивала монотонно все заклеивали хорошенькое получилось скоро смонтирую мастер-класс и выложу оля не забудь обязательно когда мы смонтируем мастер-класс выложить его вот здесь в офишал а предыдущие мои ногти то в итоге выложили здесь кстати кто пропустил мастер-класс моих предыдущих ногтей они здесь тоже есть если вы ставите вот они тоже тут есть цвета какие я выбрал ну конечно же я сегодня решила работать коллекция бёртов пассаж это основная коллекция которой я работаю сейчас бёртов пассаж это весна-лето 2024 вот и из нее как раз у меня голубенький сегодня мой выбор желтенький и персиковый вот почему я их не стала между собой мешать просто либо вы делаете маникюр отдельно смотрите как раз я вам сейчас показываю решилась у меня фоткать на вот этой штуке либо вы делаете только желтые ногти слушайте девочки я чуть одна желтый присела выси даже вот не знаю чё почему я ведь в этот раз в градиенте его сделаю цветный такой яркий я же помните я хотела розовые ногти вот в итоге морскую тему выбрала сейчас смотрю на этот желтый я бы прямо походила просто тупо желтым маникюром что-то в этом есть очень классно вообще смотрите прикольно так ну давайте с этого как раз желтенького и начнем очень классно модный цвет 470 у меня типсы закончились типсы ну да так покрываем желтеньким так как бы свой маникюр не так хочу по мне вопросы по конкурсу не задаете ссылка уже у вас в комментариях есть спрашиваете слушай а по конкурсу а где оля позови он девочки не бойтесь так я сегодня наверное была же сюда эфир который был у нас на днях саня около тут в среду послушать еще раз завтра вас тоже приглашаю на эфир я его наверное в инстаграме проведу и сюда записи выложу не бойтесь участвовать в конкурсе потому что это не живой конкурс это онлайн конкурс никто не видит самого процесса вы спокойно делаете в то время когда вам удобно вы делаете в том темпе как вам удобно вы можете 20 моделей прогнать делать французский маникюр и там только на 21 раз сесть уже сделать итоговые ногти сфотографировать их правильно и никто же не стоит над душой и не видит вы сколько делали этот маникюр плюс гель-лак 5 часов чтобы это была идеальная картинка или два часа что на настоящем же конкурсе как это делается там время пошло старт ровно там 40 минут не помню сколько на маникюр дается плюс покрытие все и ты с трясущимися руками быстро спешишь как ненормальный а здесь никто же не стоит ты эту работу там же цель то какая в конце сфотографировать работу и никто не знает и это рисовал моделировал сколько по времени ты может быть не знаю наращивал на себе два дня и никто же этого не видит поэтому девчонки пробуйте кто уже прям опытный участник я вас приглашаю на нашу площадку у нас есть для вас новые номинации которые вы не найдете на других площадках будет весело не скучно попробуйте что-то новое кто новички не бойтесь девочки у кого особенно кто до года работает начинающий у нас там есть юниор вы просто прикладываете диплом а то что вы только год назад закончили получили мастера маникюра и участвуете в юниорах плюс берите всегда много номинации для участия глядишь но в какой-нибудь номинации но вы стрелите так как я вам и сказала предлагаю поработать вот с такими ширами кончиками если на вот когда работаешь с типсами удобно с клиентом это комфортнее это делать ведь одна рука держит типс по-дурацки ладно я уже приноровилась сейчас покажу как сделать паттерн внутри так чтобы кромку не затронуть приклеили смотрите как классно а вот это все ложа просто закамуфлированная поэтому старайтесь камуфляж в этом случае под такое покрытие брать плотные да не брать полупрозрачный чтоб там виднелся натуральный ноготь вот возьмите базу либо гель для коррекции какой-то пигментированным я очень люблю такое покрытие делать так 2 покрытие мы делаем 469 цветом красивый яркий персик помните у нас в том году была такая выбеленная выбеленная коллекция пастельная вот в этот раз решили сделать яркую коллекцию поэтому даже персиковый цвет он достаточно яркий сколько стоит участие участие стоит 4000 рублей эта цена вообще абсолютно такая вот там средняя по рынку по всем площадкам конкурсным чем больше вы берете количество номинаций тем дешевле 4000 это вообще не что представьте если живой конкурс тебе нужно за номинацию заплатить 45000 тебе нужно оплатить проживание проезд если там нет модели только дизайн все равно тебе нужно приехать привести на конкурсную площадку работу это проезд проживания понимаете как минимум закладывается туда а если например вы участвуете в наращивании в маникюре вы оплачиваете себе проезд модели проживание себе и модели еще и нервничаете сидите там есть дизайн из заданной темой вот есть номинации где тема свободно переходите по ссылке и читаете ссылка на сайт я вам уже дала там же можно и купить уже так ну давайте два одновременно начнем делать и так поехали мой любимый стиль это арт-деко я его очень люблю и в интерьере в том числе очень люблю этот стиль в паттернах для текстиля обожаю сейчас вообще это прямо модное направление я вам предлагаю воспользоваться слайдером номер 99 и вот здесь вот он прям это идеальная арт-деко хотя и вот этот тоже классный цветочный золотой предлагаю приклеить не на весь ноготь например а давайте пусть вот так будет вот выглядеть напополам но вам не надо заморачиваться с этой половинкой сейчас покажу что это будет аль ты мне горячую воду не принесла для слайдера так для слайдера почему нужна горячая вода сейчас объясню когда печать идет на голубом фоне на голубую внимание всегда размачивать нужно в горячей воде вот я сейчас в инстаграме работала я прям намучилась долго ждать надо поэтому желательно чтобы была прям горячая вода и но тогда очень быстро тысячи отходит так а для этого слайдера смотрите здесь уже сложнее здесь я просто квадратик вырезала а здесь уже так чуть-чуть геморрой ненько здесь ваша задача вырезать такую форму я на глаз делаю конечно я сто процентов не не попаду да ну видно что шире вырезала горячую водичку я щас вам лайфхак покажу как если даже вы не попадаете нужную границу как делать так ну смотрите топ слайдер ну понятно кто постоянно смотрите вы знаете все слайдеры в основном клею на топ слайдер до живое это такое девочки вы себе писать мне конкурс чемпионат европы и чемпионат мира и до сих пор помню когда по деньгам посчитала я реально могла съездить с семьей это два взрослых и два ребенка в турцию тогда на тот момент представьте мне так просто совпало у меня и чемпионат европы было в париже а потом через год у меня был чемпионат мира и мне нужно было опять лететь в париж хотя до этого был еще чемпионат европы в греции туда подешевле конечно обошлось но тоже каждая поездка а я когда в париж летала на чемпионат мира нет европы я везла модель ну это моя знакомая была прикиньте ей как повезло я оплатила ей визу за свой счет билеты я покупала за свой счет и конечно же проживание было за свой счет на следующий год меня жаба задушила я взяла сестру свою родную вот и у меня тогда помню в двух номинациях у меня сестра участвовала мне было блин париж и как ведешь ли левого человека так пусть хоть сестра там францию посмотрит вот поэтому это такое да дело так здесь youtube слайдер конечно не нанесла хотя надо было ладно ничего страшного так как дисперсия есть у гель-лака а я использую штампик то в принципе это место быть смотрите лайфхак как делаете берете ультрабонд проходите вот эту границу где вы не попали берете чего-нибудь остренькое просто убираете вот такими движениями отрывающимися смотрите видите а кусочки убираю слайдера это лишнее все вот так вот прям сторону тысяч тиш 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 видно и я спокойненько просто вот это вот все убираю сложно все у меня чисто понятно и не надо париться там переживать что вы не попадете стык стык смотрите даже яркий паттерн вот так дело видите очень удобно все и теперь обрабатываете еще раз ультрабонд так возвращаемся к конкурсу девчонки не бойтесь пробуйте вы никогда не знаете чем это может закончиться вот тем более здесь это не такой большой риск понимаете в любом случае диплом участника получите получите вот даже диплом участника для ваших клиентов будет иметь вес будете говорить вот я участник конкурса понимаете пусть это будет ваш первый раз попробуйте так и дальше я предлагаю вот такую компоновку мы это раньше очень часто делали либо текст склеили сегодня предлагают цветочные элементы сейчас покажу что будет так слово снова берем штампик очень удобно со штампиком все-таки работать с этими штуками эти не обязательно клеить на весь ноготь пусть вот останется вот здесь и здесь во-первых меньше вероятности что сколется да потому что у слайдеров есть такой момент когда полностью заподлицо где этот слайдер здесь будет выглядеть как на пол ногтя хотя по факту не на пол ногтя это прямоугольник да так утра бонт снова и тоже пеклос здесь мы тему ретро решили поддержать сейчас покажу каким шармиконом я его обожаю вот как особенно когда время путешествий мы сейчас как раз за париж заговорили с вами так где он мой любименький смотрите это путешествие шармикон шармикон так и называется путешествие сейчас хочу упаковку вот до путешествие это номер двести тридцать два до два месяца на выполнение результаты будут в конце августа подводиться два месяца это прям отличное время потому что многие берут несколько номинаций и хотят чтобы понять и как пока вы решите например если вы хотите серьезно прям это нужно решить какому тренеру пойдете потому что с тренером результат будет конечно тогда ну вообще другой вот пока вы решите какой тренер это все ну как пока решите как тема как чего и у вас там как раз будет время на выполнение поэтому это кажется что много два месяца на самом деле это прям отлично с запасом чтобы решить все моменты которые вам не понятны так смотрите мне очень нравится смотри это парад здесь вот у нас венец венец давайте сюда наклеим вам будет такая венец она тоже видите в стиле ретро сделано очень классный шармикон и он как раз там стилизация под ретро элемент смотрите и конечно же моя любимая отбивочка и в помощь вот этого шармикончика сейчас я скажу какой это номер кстати шармикон дуги номер 147 вот это номер 147 вот этот где отбивки классные то 240 и 244 блин а я хочу и 244 не взяла я забыла за него тоже офигенные это прям по просьбам многих просили отбивочные ленты только более узкие с мелким текстом помните у нас раньше были широкие ленты отбивочные вот теперь появились вот такие мелкие это 240 здесь и квадраты и ленты и и 244 смотрите как это выглядит здесь вот прям они короткие я обычно вот так вот просто по центру клею тоже очень удобно я бы сказала сегодня такая ретроспектива компания эми дизайнов вы знаете что наверное вот лет десять назад вся композиция какую бы я не делала в дизайнах она у меня всегда сводилась вот к таким половинкам это всегда напополам какая-то отбивка принт поэтому сегодня у нас еще и по покрытиям такая ретроспектива что любила делать катя мирошниченко десять лет назад у меня как вы знаете какой-то стиль шестидесятых до арт-деко хотя арт-деко он раньше появился но вот если мы возьмем шестидесятые семидесятые там арт-деко много было вот как сейчас тоже в том числе такое знаете новое прочтение арт-деко так а здесь я люблю вот такую композицию когда мы соединяем пустое ложе и вот это покрытие до виде ноготочка каким-то элементом вот сегодня предлагаю пусть это будут цветочки здесь классный шармикончик новый это новое текущее лето сейчас называется двести сорок шесть цветущая гармония номер двести сорок шесть цветущая гармония и берете какой-нибудь цветочек любой и вот так на границу просто приклеивать очень милашно получается чем я вот смотрю какие бы я отсюда цветочки не взяла они все прикольно смотрятся и вот здесь я показывала вариант когда можно сделать матовая ложа вот эта штука глянцевая не очень понравилось давать ему как сделаем сейчас все покроем матовым кто только присоединился к трансляции девочки даю ссылку на наш чемпионат открытый эмми нэйл фест оль повесь ссылку пожалуйста еще раз там уже можно купить номинации посмотреть судей почитать номинации там уже в картинках есть даже краткое описание понятно что более подробное описание приходит уже на почту после покупки оля ссылка появилась вот увидели здесь по ссылочке еще раз покупать можно не по одной номинации а можно покупать пакетами так я хочу приклеить чтобы вы посмотрели как выглядит уже вот так все вместе желтенькие четыре ноготочка что за эту руку забыла очень удобно вот так вам показывать как будет выглядеть на клиенте и вам кстати тоже рекомендуем прикольно вот такое сегодня у нас ретро в стиле семидесятых да вот скажите вот что такое 60 и 70 это за счет орнамента в стиле арт-деко и за счет вот этого рисунка который на шармиконе видите он такой не современный а такой вот ретро картинки так здесь теперь мы как заканчиваем мы берем глянцевый топ и прям следим за тем чтобы у нас глянцем стала серебряная окантовочка и можно вот так вот чуть-чуть по цветочку пройтись смотрите обожаю эту композицию потому что в этой композиции отрастать у клиента будет очень эстетично будет резкой границы как например пип при покрытии гель-лака до от кутикулы когда мы делаем покрытие давайте сейчас посмотрим как это будет выглядеть почему слайдер отходит вместе с топом от цветного покрытия во время носки ну во первых вы должны понимать что такое слайдер это все-таки краска печать поэтому его нужно тщательно закрывать по торцам здесь все должно быть тщательно запечатано вот поэтому когда мы топом проходим я знаете если слайдер сделала вот так и он попал прям везде вот здесь по торцу я обычно помню на клиентах делала я сначала проходила вот так торец сушила а потом уже перекрывала финишем и еще раз по торцу потому что особенно топы гель-лаковые они очень быстро вот так от механического воздействия стираются и защита вот здесь тогда клиента много если вот таких каких-то движений делать она чуть-чуть паденет там буквально надо и все и она может пленочкой соскочить рекомендую знаете какой слайд топ использовать для защиты prime топ такой крепкий хороший вот в отличие от и класса это не резиновый топ он очень прочно держит большое количество декораций прям рекомендую если работаете много слайдеров слайдерами которые вот так еще и попадают на торец вот обязательно рекомендую использовать prime топ потому что он толще ложится соответственно создают такую более жесткую конструкцию и меньше будет повреждаться у клиентов которые активно все труд а на торце у них в этот момент находится слайдер так ну давайте посмотрим как ой блин у меня только по дурацки здесь чуя не тут много взяла типс не тут взяла прикиньте ну ладно дурацкий выглядит что ложа на одном ногте светлая так ну зато такой отрастать будет классно да кстати и рельефы он хорошо скрывает prime топ я им люблю выравнивать когда знаете как бутерброд когда большое количество слоев дизайна идет и она конечно же тогда вот такое вот все уже бугриста вы можете правильно нанести легкий моделирующий слой перевернуть выровнять поверхность офигенно и он не будет при этом давать температуру такую прям явно понятно будет чуть-чуть тепло где-то может быть горячо вот ну не как ультрашайна ультрашайн же он же тогда будет прям гореть вот что он более стеклообразно его нужно жидко наносить и тоненько вот а prime то можно prime топ можно носить жирно толстенько замоделировать а представьте если вы эти наклейки еще и замоделируете топом вообще офигенно будет стоять так ну давайте голубой ну здесь голубой чем я использовала активный очень принт он тоже в стиле арт-деко сделан и с ним конечно делать такие ретро картинки будет вообще не читаем не читабельно поэтому я использовала подмалевок так берем красивый голубой оттенок из коллекции но герта в пассаж 473 вырезаем кусочек есть даже смотрите я на весь ноготь в принципе делала хотите прям на весь ноготь и даже очень неплохо получается так как видим голубую бумагу слайдера значит кипяточек горячая водичка знаете я почему в свое время вот мы когда с верой мирошниченко это моя сестра сооснователь компании эми почему раньше толкали всегда вот всех новичков особенно кто к нам салон приходили в конкурсах участвовать мы их туда всех толпой загоняли участвовать в конкурсе не для того чтобы они тут места для салона красоты выиграли а чтобы они поучаствовали а чтобы поучаствовать нужно готовиться тренироваться какие-то усилия прикладывать и у человека повышается очень классно уровень профессионализма в обычной жизни у новичка профессионализм умедленно растет ну потому что знаете нет каких-то ярких стимулов вот а когда стимул яркий тут же конкурс вот ну хочется все равно что-то занять да и ты стараешься что-то проходишь дополнительно тренируешься учишься и это более в сжатые сроки происходит и на выходе вот эти новички они у нас когда после конкурса приходили мы всегда говорили раз в год хотя бы раз в год ты участвуешь в одном конкурсе но они обычно все выбирали либо маникюр плюс покрытие либо наращивание выбирали французский маникюр вот они по-другому начинали делать ногти я не говорю что идеально но вот все равно особенно новенькие девочки они если хотя бы раз готовились конкурсу поучаствовали они по-другому пилят они по-другому видят дизайн них вот голова по-другому работает поэтому я вам рекомендую идти туда за еще опытом за повышением квалификации на вас автоматически повысится выше все равно будете стремиться где-то информацию искать стараться тренироваться кто-то пойдет вообще заплатит и будет с тренером тренироваться это еще круче а еще почему я рекомендую мастерам если вы хотите расти в цене в будущем стать преподавателем во-первых клиенты охотнее платят тем мастерам кто конкурсники у них им тогда знаете как стыдно вообще что-то сидеть и говорить слушай ну ты чё офигела цены решила тут не поднять среди квартала о видать зажралась корону отдела понимаете клиент уже не в жизнь вам так не посмеет сказать что она видит у вас там в социальных сетях возможно либо она видит у вас за спиной хотя бы диплом либо один кубок а если их там несколько потому что в онлайне там можно получить одновременно сколько видела сейчас в онлайн-конкурсах девчонки умудряются по несколько кубков за раз вот ну понятно что это также есть удача есть профессионализм такое количество за раз но тем не менее вероятность же существует вот и клиент ему очень комфортно платить хорошие деньги именно конкурс ником вам для этого не надо открывать рот оправдываться почему вы растете в цене понимаете вам не надо вас конкурса сами будут продавать а еще знаете что любят клиенты ой ладно нанесу текла смотрите текласс надо было после наносить я болтаю лишнюю очень активный принт смотрите на нем что-либо рассмотреть очень сложно согласны я стала что делать смотрите я беру беленький гель-лак беру беленький гель-лак и вот в то место где я планирую вот как раз какую-то мою любимую наклеечку например фотоаппарат тут кстати прикольный вот здесь уже темно давайте вот так я в этом месте сейчас сделаю такой прям специально где-то асимметричный неровный подмалевок а знаете какая еще сильная мотивация сейчас я закончу типс расскажу вам что посильнее замотивировать сейчас есть еще одну один мотивационный момент ради которого нужно идти на конкурс не для того чтобы там выиграть да вообще вот сейчас расскажу хотя если вы поставите себе цель рано или поздно пусть это будет первый конкурс первая ступень но люди которые в конкурсы заходят истории я слышала очень много и разных но будет та точка когда у тебя начнутся места когда ты начнешь выиграть вот просто никто этого не знает это произойдет с первого конкурса или это произойдет со второго с третьего седьмого вот но в любом случае я считаю что это оправдано рано или поздно там будет вот эта точка когда начнутся победы и это даст классные плоды для твоей деятельности как вип мастера плоды для как хозяйки салона красоты и плоды также как для будущего например инструктора так смотрите я решила так дисперсию наклеить и конечно же что сделать давайте что-нибудь с тревел у нас уже тревел уйдет конечно мой любимый шарный кончик для половинок и сейчас мы тоже оденем на нашего деревянного друга эти типсы посмотрим как это будет на клиенте смотреться длина сейчас типс большая клиенты редко будет такое количество дизайна делать на большую длину основной это всегда небольшая длина давайте наш друг деревянный так можно даже вот так так и вот так какое вам сочетание понравилось больше всего скажите мне голубые ногти персиковые напомню персиковые персиковые или желтенькие я конечно за желтенькие все я даже решила себе следующий раз сделать все-таки жёлтый маникюр а не розовый как вам давайте персиковые кто-то пишет кто-то голубые 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 да так может мне тогда голубые сфотографировать у меня просто сейчас дилемма я же обложки фотографируют для инстаграм там нужна обложку я выбирала голубые или желтенькие голубые все ладно тогда голубые сфотографировать хорошо спасибо так про конкурсы давайте сейчас еще буквально два слова еще раз я сейчас здесь в комментариях повесила ссылку уже готов сайт с нашим конкурсом это открытый чемпионат он международный эминейл фест участвует может любой человек из любой точки стоимость участия 4000 рублей но чем больше вы берете номинаций тем дешевле выходит одна номинация переходите и уже можете оплачивать там можно зайти посмотреть судьи почитать кто будет судить кстати эти все судьи к ним можно заходить на наставничество в том числе цены у всех разные на наставничество да на тренерство кто-то будет дороже стоит кто-то будет стоить дешевле из тренеров но самое главное вы должны понимать если мы сравниваем живой конкурс и онлайн это в десять раз дешевле чем участвовать в живом конкурсе даже с учетом что например если вы хотите точно чтобы был стабильный результат чтобы вероятность была высокая победы и вы пойдете еще оплатить себе тренера это все равно намного дешевле чем например участвовать в живом конкурсе и там действительно страшно там морально страшно там тремор очень сильный в руках начинается когда подходит судья и говорит старт время пошло и ты сидишь там эти ногти пилишь чтобы успеть уложиться по времени потом тебя еще судят ты весь трясешься вот так результаты конкурса будут известны в конце августа в начале сентября а будет награждение все будет проходить онлайн это очень комфортно удобно вы не нервничаете не психуете вы идете в своем темпе вы ногти эти наращиваете хоть ну не знаю неделю вы их наращиваете да никто об этом не знает самое главное что потом в конце результат короче голубые желтые голубые голубые большая часть за голубой спасибо всем огромное за сегодняшний эфир всех жду на конкурс эми нейл фест переходите по ссылочке и участвуйте всем пока пока